Продукты на развес обычно ассоциируются с большей натуральностью и полезностью, чем расфасованные в пакеты. Однако круп и макарон это точно не касается. В пластиковых тарах, где хранятся бокалейные товары на развес, часто заводятся личинки насекомых. А еще на них вы вряд ли найдете дату изготовления продукта. Лучше покупайте гречку, пшено, рис и макароны в фабричной упаковке. Этот пункт может показаться абсурдным, но зеленый салат в упаковке гораздо менее полезен, чем обычный. На листьях в полиэтилене поселяются колонии вредных кишечных бактерий, включая сальмонеллу. Салат на проветриваемых прилавках гораздо безопаснее. Кроме того, расфасованная зелень и стоит дороже. Чем они-то вам не угодили, спросите вы. Отвечаем, при изготовлении измельченных приправ добавляют консерванты и пищевые добавки. А некоторые виды специй и вовсе заменяются более дешевыми и доступными аналогами, но продаются по завышенной цене. Это касается в первую очередь корицы, за нее часто выдают кассию, и шафрана, вместо него продают бархатцы. При возможности покупайте специи на развес и перец горошком, а не молотый. Как видите, несмотря на удобство, предварительно измельченные и расфасованные продукты часто оказываются в списке нон-грата. В упаковку часто попадает сыр не первой свежести и не той марки, что указано на ярлычке. Все это легко замаскировать, натерев сыр на терке. Но что еще неприятнее, иногда к продукту добавляют целлюлозу, чтобы избежать комочков, и другие дополнения. Расфасованные магазинные салаты – это настоящий кот в мешке. Совершенно непонятно, и главное, невозможно проверить, что же в них добавили. Это может быть, например, несвежий майонез. Если не хотите отравиться, готовые салаты лучше не покупать. Такая ароматная, аппетитная курочка может быть приготовлена из залежалого мяса, которое реанимируют замачиванием в маринаде. Вероятность получить не самый свежий продукт возрастает из-за популярности ресторанов быстрого питания, где многие предпочитают покупать жареную курицу. В этих маленьких пакетиках вреда больше, чем пользы. Натуральным и даже растворимым кофе в них и не пахнет. Зато в изобилии присутствует пальмовое масло, стабилизаторы, эмульгаторы и красители. Эту гремучую смесь куда лучше будет заменить обычным кофе с молоком и, если любите, с сахаром.